всем привет друзья с вами александр мы продолжаем играть модификацию пост альфа я продал все лишнее сидоровичу и у нас есть задание освободить лиса он находится в плену у группировки греха да у них у них свои счеты с сидоровичем давайте попробуем его освободить они находятся здесь на этой локации на кордоне кстати посмотрел предыдущую серию качество было не очень в этой попытаюсь исправить все буду снимать через shadow play от nvidia хотя на ютюбе больше 30 fps не бывает все замылиться конечно а в качестве 4к пока нет возможности снимать так вертолет достал ты меня когда-нибудь я тебя собью обязательно какой-то stalker бегать впереди кто ты кстати он друг нам дружелюбно настроен это волк старый знакомый что ты здесь делаешь у меня дома ничего не осталось сюда пришел среди других зеленых да все понятно сейчас нам это не нужно бежим спасать лиса так что-то впереди это блок пост военных я думаю нет смысла лезть на рожон обойду я через верх железнодорожного переезда до приходит сообщение не лезть драку сохраняя спокойствие и пусть и попробуй с ними поговорить и зачем мне просто обойду через верх лисицы скорее всего находится в домике помните он был в том доме как проводник который помог нам найти болотного доктора он сказал что доктор находится в тайнике стрелка да вот появились метки так это не место для сентиментов по моему на было написано фонарика будет темно так кто здесь грех тимка грех можно пройти до с лицами у вас не в порядке на и намного пьете так где здесь вход вот лис а вот можно пообщаться почему лиса в заложниках держите тебе какое дело рассказать нам пришел или как меня сидорович отправил к вам поговорить так что расслабься х значит этот жирный заносчивый дурень хочет договориться но если он серьезно то передаем что нам нужно флешка по этому вопросу он поймет о чем мы а теперь давай придурок уматывай пока хребет не переломали я постараюсь у него повежливость спросить доведите мы сглаживаем углы чтобы не начался конфликт ну перестрелка конечно можно было всех перестрелять но пока не будем зачем там лишние конфликты идем сидоровичу но тут появляется попутное задание убить зомби да здесь недалеко соображение безопасности я хочу чтобы ты их убил давайте попробуем тем более здесь рядом что это за зомби там такие так слишком близко не хочу не хочу подходить к военным мало ли они начнут палить слушайте но вертолетов на заднем плане уже достал летать своим звуком так плоти я вас буду трогать хотя как получится так вот он туннеле так неужели вы за мной пойдете я думал сюда не запрыгните да я так не вовремя перезарядка желающих нет будем продвигаться посмотрим что за туннель бери болт и кидая перед собой старая заповедь старая истина сталкиваться который мы хорошо с вами знаем еще из фильма кто не смотрел обязательно посмотрите торговский хотя конечно фильм на любителя или более взрослого поколения так эти надеюсь зомби в туннеле но они я думаю сами себя здесь не что загнав себя в аномалию что-то я кашу так один зомби видимо улетел давайте еще два двое осталось да все готово но это было легко кстати заметьте там была дверь давайте посмотрим что за ней это я удачно зашел мужик кем бы ты ни волну спасибо тебе так спускаться будем слушать я наверно не буду спускаться пока нету задание зачем лишний раз есть вдруг появится задание конечно там может что-то интересно быть но пока не будет да тут можно напрямки легко выбраться плоти я думаю больше не осмелится на нас напасть там их две всего осталось а две мы легко завалим так через военных мы опять таки не пойдем обойдем через нас и через верх так здесь забор это плохо не пришлось бы возвращаться а нет забор кончается аккуратненько нас здесь не было военные вы ничего не видели да вроде ушли кстати вернемся к фильму игра к фильму как книги не имеет никакого отношения да конечно григорович подчеркнул идею сталкерства из книг из произведения братьев стругацких книг на обочине из фильма андрея торковского сталкер но фильм немного другом да фильме присутствует некий сталкер он же проводник который вводит людей к исполнителю желаний вы спросите а зачем нужен сталкер сталкер утверждает что чтобы пробраться к исполнительным желанием нужен путь нужно дорога но в зоне нету постоянной тропинки и соответственно он вводит людей через аномалии откуда появились болты то в игре он идет дорогой и перед собой кидает эти самые болты вот но опять таки повторюсь фильме ничего общего нету с игрой ну если вам интересна вселенная сталкера то я думаю стоит посмотреть так пришли макси дага по поводу работы да убили мы зомби получили 1000 рублей аптечки бинт минерал очку и какая-то новая метка 2 в что-то пока не знаю так поговорили мы с грехом по поводу флешки ха надо было догадаться я слышал что других торговцев принуждают сливать им подобную информацию черт даже как в долг удваивают усилия чтобы найти их убежище не хватает наглости высовываться на стырны щенки какая информация может понадобиться от вас греху о секретных подземных лабораториях экспериментах таинственная всякая фигня они на этом просто помешались я от бармена слышал что они ищут что-то конкретное что там находится торговцы считают что это связано оно как-то с их состоянием может макияж ищут на свои ружи точно не скажу понимаешь и здесь такое негласное правило не поднимать шум насчет всех этих секретных лабораторий разве что они помогут нам продвинуться дальше на север а то придется нам задать себе вопросики довольно неудобно касающиеся зоны экспериментов которые здесь когда-то проводили ящик пандоры не иначе ладно не забивай себе голову старьем этим нудом это я сам с тобой поговорю отнеси информацию нашим дружкам и выйди мне оттуда лиса все равно я выжил из нее все что мне нужно было да опять таки видите мы сглаживаем углы чтобы как бы не начался конфликт некие перестрелки бармен сидорович наезжает грех наезжает на него ладно давайте отнесем информацию посмотрим что будет дальше так что у нас по закупке батарейку возьму для фонарика точнее для ютьюба чтобы было не так темно это продам консервы тоже лишнее пиво почему она мне и одну аптечку тоже зачем таскать слишком много стамина будет быстро падать счет гадин стакан все отправляемся спасать лисицына кстати да вернусь к фильму опять таки сильно не пинаете что-то меня сегодня на кинотему разобрало поговорить фильм андрей тарковский переснимал три раза представляете три раза с разными операторами то есть он искал вот именно картинку картинку которой он будет удовлетворен чтобы передать атмосферу атмосферу вот этой зоны постапокалипсиса хотя фильме так явно не прослеживается постапокалипсис но все же но он снимался конечно фильм в советском союзе когда другие были средства и возможности сейчас бы конечно не дали этого сделать хотя сейчас какие фильмы снимают российские разве это кино так у нас именно закончилась выпил я энергетик идем дальше да не буду изобретать ничего нового пойду тем же путем через железнодорожные пути через верх дабы не вступать в конфликт с военными отдадут они нам лиса или нет без боя сейчас посмотрим я думаю все будет хорошо так где наш грех в окошечке сохрани все пожалуй перед ними мало ли чего что тебе нужно stalker вот то что ты хотел синдорович передал вам сердечный привет хотел передать что ему она все равно без надобности если он думает что мы от его сарказма прослезимся то и вовремя придет звери у него в бункере и дурак справиться давай забирай отсюда этого stalker не возвращайся если не любишь когда голову с несом начиняю ладно ладно понял вот такие вот ребята так и все таки как подойти к лицу нам надо поговорить с ним ребята подвиньтесь чуть-чуть и не стреляйте может вход есть да вот и парадный вход а я как дурак через окно беседовал так все нормально спокойно лис фокс пошли и спасибо что разобрался с этим не из греха ну и уродливый же ублюдки тихо тихо ты потише мужик не ири и я похуже видел наверное всяко бывает меня лисом кличут я в этих местах за механик если тебе что-то надо отремонтировать или подрегулировать костюм и оружие то я за определенную цену могу сделать хотя после того что для меня сделал я тебе скидку прилично сделаю будь спокоен мужик ты мне вообще должен бесплатно все делать оксангс хорошо спасибо ну типа замечательно повезло тебе сегодня лис ладно слушай мечт у тебя есть выбор я тебе жду своей норе но если тебе лень возвращаться ко мне за награды можешь идти на свалку прямо сейчас я тебе все подробности сброшу когда будешь там да нам надо же найти четыреха и убить его по основному заданию нет я думаю все таки схожу сначала к сидоровичу возьму него награду и потом уже пойду на свалку но я думаю на сегодня хватит а салку мы пойдем в следующей серии с вами был александр всем спасибо всем пока